И всем привет, ребята! Вот это наша новая серия по Метро Рояль, и сегодня мне посчастливилось добыть свое любимое оружие, а именно МК-14 Кобра. Поэтому сегодня ролик будет посвящен именно ей, потому что, на мой взгляд, это самое сильнейшее оружие, которое есть только в данном режиме. Даже сильнее, чем МК-14 Стальной Фронт. Ну а вами желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного кита тем, кто кушает, и, конечно же, не забываем про подписчику на канал, ведь нас уже почти 41 тысяча человек. Ну а мы начинаем, погнали! Следственный комитет обнаружил в интернете магазин с невероятными низкими ценами. Чтобы их увидеть, понадобится лупа. То тишина, то прям резко замес. Это еще и флюшестерка у нас. Оп! Готов. О, еще и красненький. Неплохо. А, даже так, мы еще его практически раздели. Блин, не повезло немножечко пареньку. С первой же минуты боя сразу потерять и бронежилет, и рюкзак. Хотя для нас это просто огромный плюс, ведь на всякий случай, если вдруг наша броня сломается, которую я уже успел починить в этом бою, то мы в легкостью оденем его, и, скорее всего, его бронежилет точно так же можно будет починить. О, а вот, кстати, и второй парень бежит. Ну все. Получается, мы только что закрыли ближайших пареньков, которые к нам появились. Так он еще и там по кому-то зажимал. Мне кажется, он тоже там кого-то забрал. Ну да, два жетончика. Все-таки он там тоже забрал. Видимо, того паренечка, который появляется прямо на мостике. До сих пор считаю, что это прям самый неудачный рест в данной игре. Потому что если тебя там зажмут, то ты даже вылезти оттуда не сможешь. Ага, у нас еще и на бараках кто-то есть. Ладно. Мы тут все равно близко. Можно пробежаться и посмотреть. Может быть, еще успеем догнать этого парнишку. А, ну да. Прям сразу же по нам начинают работать боты. В принципе, все как обычно. Лишь бы сейчас не получилось так, что я подбегу, а он просто залезет на вышку и зажмется по нам. Вот тогда это будет прям обидно. Подарить ему и свои шмотки, и шмотки, которые мы только что выбили. Вот. Серьезно? Я уж подумал, по шагам парень бежит, а это синий бот. А вот сейчас тогда вообще непонятно, куда у нас паренечек тогда делся. Типа его боты забрали, или он свалить успел? Ладно. Сейчас забежим, посмотрим по ближайшим трупикам. По идее, по выстрелам, он прям должен был быть где-то за забором. Вот прям в упоре у нас. И тот бот сюда прилетит. Какая-то непонятная фигня тут происходит. Вроде бы все боты смотрят именно туда, где сейчас мы находимся, и где, по идее, находился этот парень. Но вот его трупка я не вижу. Ну да. Единственный труп, который я тут заметил, это и то был труп всего лишь обычного ботиночка. А куда этот парнишка делся, я вообще без понятия. Видимо, все-таки ему повезло свалить, и он успел это сделать. Ну ладно. Тогда тоже особо здесь не будем задерживаться. Погнали дальше. А на школе-то у нас что-то веселое происходит, оказывается. Только что слышал, как два парнишки друг друга граниками закидывали. И вот опять. Опять пошли выстрелы. По-моему, они там оба остались живые, и сейчас опять будут друг другом воевать. О, а вот и первый парень. Блин. То ли попробовать отсюда зажать по нему. А, ну да. Чуть-чуть переусердствовал. Вроде бы как зажался, но зажался прямо рядом с ним. Мне, чтобы на миллиметр влево сдвинуть, тогда бы, может быть, и забрали бы сейчас. Оу. Заж... А, даже так. Я уже переживал, что он нам с зажигалками прицел сбил, а его тупо взяли и добрали. Ну, зато мы теперь знаем, что на школе остался один паренечек. Которого теперь нам же будет намоку проще забрать. Потому что сидит он именно на боссе. Только вот как-нибудь теперь получше бы подойти, потому что он же 100% знает, что мы тут еще и по двору бегаем. Надеюсь, не получится так, что я сейчас буду подходить, а он просто встанет и из-за забора будет по мне стрелять. Топает. Что-то там бегает, суетится. Я так понимаю, он пытается нас теперь встретить? Странный паренек. По идее, вот он сейчас мог прям 100% зажаться по нам, а потом кинуть под стволку и добрать нас. Что? Он сейчас типа спрыгнул или мне показалось? Еще и сзади кто-то потопывает. Но сзади, понятное дело, там боты стоят. Блин, а почему он тогда этого паренька лутать не стал? Которого только что здесь забрал. Блин, я бы на его месте 100% держался тут до последнего, чтобы как минимум свой трупик залутать. Только не говорите, что сейчас бот выйдет. Капец. В принципе, все как обычно. Вот в самый неподходящий момент меня начинают удаливать боссы. А нашего паренечка-то походу только что забрали. Блин, вроде бы как на 195 были выстрелы. Надеюсь, сейчас получится вдогонку ему напихать и забрать последнего парня. Наш-то, который со школы спрыгнул, был с глушителем. И то ли у него был аук, то ли гроза. А там прям чистая МКшка работала. Значит, это вообще левый чувак был. Ну и где он? А, вон он, бежит. Ну да. С такого расстояния стрелять сквозь чащу деревьев, но прям вообще без вариантов. Шанс на попадение прям 1 к 1000. Который мне, к сожалению, не попался. Ну ладно. Будем считать, что этому паренечку повезло. Я же не дурак за ним вдогонку сейчас бежать. Он уже 100% из поля зрения убежал. Тем более у нас вон уже второй босс появляется. На которого, я думаю, прям 100% надо идти. Тем более идти-то тут вообще по мелочи. Он даже не на снейкпите выпал, а прям под бараками. Ну ладно. Зато у нас тогда хотя бы один незолотанный трупик остался. Того паренька, с которым мы изначально стрелялись. О, зажигалки. Неплохо тут патрончики валяются. Серьезно? Кьюбизишка? Ну ладно. Как раз можно ее заменить нашей подстволкой. И на краях на нее же подстволы повесить. Правда, вот я с ней так себе играть умею. Но все равно. У нас почти две сотни зажигалок на нее и подстволка. В принципе, вообще неплохой такой обмен. Тем более, сейчас можно сбегать до магаза, а потом прямиком отправиться на босса. Так, наверное, сейчас и сделаем. О, это еще что такое? Неплохо мы сейчас попались. Блин, так это получается все это время я слышал шаги вообще не бота? Это получается парень под нами топал? Офигеть. Ему же буквально одной тычки не хватило, чтобы нас забрать. Еще и броник нам залил. Блин, хоть бы сейчас вот этот кобра починился. Иначе это будет прям фейл. Во. Вот это уже другое дело. А, он еще и розовый. Блин, хоть бы это МКшка была, а. А, ну в принципе так тоже очень даже неплохо. Все же лучше, чем зажигательные. Потому что бывает такое, что ты бежишь, видишь розовый лучик, а на деле там оказывается стак разрывных. Ну или зажигалок. В принципе, это как и так обычно и происходит. Ну ладно. Помчали тогда забирать Боська. Поехали. На которого, как ни странно, пока что вообще никто не пришел. Хотя, по идее, он очень близко находится к рожку. И здесь всегда тусуются люди. Ну, точнее, лежат где-нибудь в траве и пытаются кого-то закрысить. Но я пока таких не вижу. Погнали тогда забирать Боська сразу же. А что это у нас он ползком тут двигается? Во, вот это уж другое дело. Не, все-таки с МКХ и Кобру зажимать прям вообще максимально классно. Мне кажется, ни с одной МКХ его так вот стоя на ходу еще в движении в точечку не позажимаешь. Причем, не важно, какое расстояние будет, она все время будет ложить в точку. Потому что среди всех МКшек в данной игре у нее в базе максимально низкая отдача. А если сюда еще накинуть высшие обвесы, то можно вообще хоть как с бластера с нее стрелять. И это, наверное, самый главный ее плюс. Именно поэтому она мое самое любимое оружие. Ну и плюс просто космический урон в голову. Я думаю, вы все помните момент в начале боя, где мы забрали фулл шестерку. Всего лишь с двух попаданий в тело и с двух попаданий в голову. Я думаю, с ни с какой другой МКХ его так вот не получится сделать. Правда, он сам еще себя немножечко гранником задамажил. Но я думаю, там вообще минимальное количество ХП. Ну прибавим сюда еще одно третье попадание в голову. Хотя с обычной МКХ вышки, когда ты стреляешь по парням, надо попаданий 5-6 в голову, чтобы его разобрать. А тут всего лишь 3 и плюс пару в тело. Я думаю, очень даже классные показатели. Ну а мы двигаемся дальше. Как раз в магазине я успел купить босика. Поехали. А игра-то прям сегодня вообще на нашей стороне. Мало того, что у нас с магазина упал хороший босс, не те 4, которые появляются на горе, так у нас еще и следом за этим боссом на Снэйк Пите выпал второй временной. Прям как раз нам прямо просто двигаться, а потом можно будет, наверное, направо и на выход. В принципе, неплохой такой план получается. Тем более бой у нас уже потихонечку подходит к концу. Ну вот, не зря QBZ-шку с собой взял. Оп, готов. Правда, вот уже второй подряд он фиолетовый падает, что тот временной, что этот. Но ничего, у нас еще один целый полноценный босс стоит. Надеюсь, хотя бы с него что-то выбьем. Хотя у нас и так уже места практически нету. Но ничего, можно будет сразу же выкинуть патроны и запихать в себя все самое ценное. Все, подлутали. Погнали за следующим. И причем, пока мы здесь на Снэйк Пите, надо будет самое главное не забыть, после убийства босса, залутать два письменных ящика. Мало ли еще черное письмо выпадет. В принципе, мне понравилось сразу парочку черных писем на складе. Наверное, даже не будем его дожидаться, пока он сам к нам выйдет. Просто залетим к нему в дом и начнем его там разбирать. Потому что мало ли сейчас кто-нибудь придет, на вышку залезет и просто зажмется по нам. Капец, сколько у него там патронов. Ну давай, подожги сам себя. Все, побежал лещиться. А мы его тогда, наверное, с Кьюбизишки и добьем. Блин, вот у меня на Снэйк Пите постоянно такое странное ощущение, как будто вот-вот сейчас кто-то должен встать на вышке и забрать тебя. Ну серьезно, вот всегда кажется, что кто-то на ней лежит и наблюдает прям за тобой. Как ты тут босса убиваешь или еще что-то делаешь. И, кстати, с Бойсика выпал тоже пятый шлем. Уже второй за эту игру. В принципе, я думаю, даже по луту она сегодня очень окупная у нас получилась. Хотя, если посчитать двух парней, которых мы упустили, а именно тот, который спрыгнул со школы, и второй, который его забрал, я думаю, могло быть прям намного больше. Но ничего, хотя бы и на этом спасибо. Ага, первый письменный ящик у нас подарил всего лишь зеленые часы. Ну ладно, сейчас посмотрим, что со второго выпадет. Потому что в одной из прошлых серий, именно со второго ящика, мы достали еще одно черное письмо. Кстати, вот, он находится именно в этом здании. Ну, для тех, кто еще до сих пор не знает. Потому что я сам только в середине этого сезона узнал, что на Снэк Пите целых два письменных ящика. О, а вот, кстати, и белое письмо. Которое я прям, наверное, обязательно сгоняю, и потом вне серии открою. Потому что с белой двери мне постоянно либо чертеж, либо свитерда точно падает. Ну все. Теперь, наверное, погнали в сторону выхода. Все равно у нас до конца боя осталось чуть больше пяти минут, а у нас с собой нету даже флайера. Да и причем выходы находятся очень далеко, поэтому даже до рожка, до босса, мы уже не успеем добежать. Поэтому погнали к выходу. Ну что, ребят, до точки эвакуации у нас остались уже буквально считанные метры, а это означает лишь одно, что, к сожалению, данная серия будет, наверное, подходить к концу. И я думаю, прям очень шикарный бой сегодня получился. Как по киллам, так и по странным ситуациям. Ну и Лутецкий, которого у нас прям очень много с собой. Но, к сожалению, на этом моменте мы, наверное, и будем заканчивать, поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом, ну и подписчику на канал, чтобы в будущем не пропускать ни одной новой серии. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Пока.